Открытый моком, том 17, тема природа. Вопрос 3167. Вы говорили, что из всего, что вокруг происходит, нужно уметь извлекать духовную пользу и наставление. Что духовно отдает вам содержание голубей, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Господь наш Иисус Христос часто поднимал взор своих учеников, говоря, «Посмотрите на Матфея 628. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут. Лука 1224. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житник. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Иов 21.5. Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Исайя 51.2. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Исайя 51.6. Поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Лука 21.29. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Голуби чрезвычайно непримиримы между собой, постоянно клюют друг друга и из гнезда, и из-за места, и из-за гнезда, и из-за места, где сидят, и за пищу, и просто для тренировки клюва. Пока холодно, и птенчик очень маленький, то родители его обогревают своим телом, сидят на нем. Но иногда у родителей чрезмерная, в кавычках, любовь к своему дитяке. Проходит неделя, они все еще сидят на нем. Если такое случается, то уже знаю, что у голубенка нога одна будет вывернута в сторону. И так теперь растет калека, и его нужно тут же выбраковывать, уничтожать. Он уже большой, ему нужно на ноги подниматься, расправлять крылья, а родители его греют, давят своим корпусом, в кавычках, авторитетом. Погубили свое детище. Обычно такой голубенок жирный, слабовидящий и совершенно пропащий. Как тут не сделать перенос на необрезанную пуповину сверхлюбящих родителей-губителей. Поразительно привязаны с голубей к своим гнездовьям. Притом летят они не по одиночке, а стаей. Ничего подобного нет более вблизи человека. И стае 68. Кто это летят, как облака? И как голуби голубятнем своим? И нам не в одиночку править путь к небесным обителям, а сообща. В купе 3 издры 5.26. Из всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу. И из всех сотворенных скотов ты избрал себе одну овцу. Голос голубей, как их воркование, даже когда они не потревожены, это сплошной стон. Наума 2.7. Она будет обнажена и отведена в плен. И рабы нее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Слушать воркование голубя, это уже настроиться на волну молитвы. Исайя 59.11. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения. Но оно далеко от нас. Голубь абсолютно беззащитен даже против мышки, против любой птицы. И только за счет своей необыкновенной плодовитости они наполняют собой город и ниши домов. Их миллионами приносили в жертву, и их всегда хватало свежих и молодых. Даже вообразить невозможно, сколько же голубей выводилось ежегодно. Числа 6-10. И в восьмой день должен принести двух горлиц, или двух молодых голубей, к священнику, ко входу с киньи собрания. Это же прямое указание на проповедь. Ибо только от благовестия могут родиться тысячи в один день. От одного. Деяние 2.41. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Мы сеем непрестанно и зимой, и в жар палящий, когда нет прохлады, когда трясем дырявое сумой, и на седалище бескормится к нам рядом. Плава и дело — это тоже семя. Намного долговечнее зерна и тяготее сеяние над всеми, в других посеять и в себя принять. Что сеет человек, мы говорим, то и пожнет себе и даже внукам. Расплата повторится раза три, и без жалости, и хлещет нас по кругу. Боролись за свободу и за землю, и были отняты они все без остатка. Не радовала при восходе зелень, случалась только на могильной грядке. Свобода слова, данная царем, по-своему казалась маловатой. И не поверили, что Ленин льстиво врет. Гулаг за обещания сосватал. Подозревали царскую семью за выборову девку, деву и за старца Гришу. Не думали, за это же самих и осмеют. Враги народа возгласиться с крыши. Безвольный царь насмешком подвергался. В подвалы патиски столкнули дочерей. Самим же не помогут тысячи регалий. И даже то, что ты породистый еврей. Без стыдства сеялось приподнятый подол. И стригли волосы девичества красу. А венерический наплыв постыдных зол. Бесследно честь и совесть растрясут. Посеем же в сердцах любовь к Христу. В бесценной Библии глаголами Иеговы. И целомудрия с молитвой прорастут. Мы не желаем сеяния другого. 14 июня 2006 года. Игнатий Лапкин.